Приветствую, дорогие зрители! Сегодня 16 января 2024 года, и как вы видите, мой собеседник, известнейший политолог Андрей Пянтковский, который прозревает в Соединенных Штатах Америки. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Добрый день, взаимный бассейн. Традиционно на початку я подякую Силам обороны Украины, зато еще манем ушлый, сработает сейфир, с черотякую кожу. Поговорим мы сегодня, обсудим. Иран обстреливает объекты вблизи консульства США, и будут атаковать американские суда наряду с израильскими. Зеленский выступил в Давосе, Трамп в Айове, финансовую помощь Украине от Соединенных Штатов и многое другое. Андрей Андреевич, начну с новости, наверное, утро по порядку. Владимир Зеленский выступил в Давосе чуть позже, в течение дня, а вот утренние новости для нас сегодня были. Цитирую мировые СМИ, революционная гвардия Ирана заявила, что атаковала баллистическими ракетами шпионские центры и антииранские террористические группы вблизи северного иракского города Эрбиль, сообщает Reuters, со ссылкой на источники и иранские государственные СМИ. Взрывы прогремели примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля, в полуавтономном Курдистане, в районе вблизи консульств США, а также жилых домов гражданского населения. Позже Reuters, со ссылкой на Совет Безопасности правительства Курдистан, сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых США, осудили ракетные удары. Андрей Андреевич, какие могут быть последствия? Ну, последствия зависят от решимости американского президента и его политической воли. Вот я представляю примерно, какие были последствия, если в Белом доме находился Ронан Треген, великий американский президент. Ну, что мы наблюдаем в последнее время... Как бы Ронан Треген реагировал, Андрей Андреевич? Ну, как Ронан Треген реагировал бы? Ударил бы по центрам принятия решений. Ну, во-первых, всем, если кто-то сомневался, то все эти иранские АТОы еще раз напоминают, что центр всего исламского терроризма, всей антизападной деятельности, это не Хамас, не ХСБ, не Хусид, это все эти организации, это как бы щупальцы, прокс Ирана. Иран поставил задачу уничтожения Израиля, он их, кстати, это не скрывает, эти свои задачи, и тем самым нанесение морального унизения еще одного Соединенным Штатам. И, ну, что мы видим в Соединенных Штатах? Мы видим, сначала была первая реакция на события 7 октября очень достойная. Я мог бы очень долго цитировать заявления Байдена, Блинкина, Остина. Они напоминают, я им очень приветствую, потому что они повторяли то, что я говорю в два года, что идет мировая война, ашу сила мирового зла, абсолютного зла, объявили войну двум демократическим государствам Израиля и Украины, которые хотят уничтожить. Аннегилейт сказал Байден, и мы этого не допустим, потому что мы самые сильные в мире государства. И Блинкин такие поникновенные слова говорил в Иерусалиме, что мы знаем израильтянам, как у вас много здесь врагов, но вам не придется с ними пока, пока существует Америка, вам не придется остаться с ними один на один, мы всегда будем рядом с вами. Замечательные слова. И они были прикреплены действиями, отправкой двух авианосных групп. Но вот прошло три месяца, и мы видим, что под давлением левого крыла демократической партии меняется риторика, да и политика Соединенных Штатов. Вот тот же Блинкин, который клятвенно в Иерусалиме уверял израильтян, что мы будем всегда с вами рядом, он напоминал, что он еврей, что его дедушка был жертвой в одном из других уничтожения системы Холокоста находился. Что он делал в своем последнем визите? Он подшел бы к хорошей уроке израильским властям, настаивая на замораживании или, по крайней мере, ослаблении давления в газе. И ни в коем случае предупреждал, ни в коем случае не допустить эскалации на Северном Востоке. Вот этот мотив, ни в коем случае не допустить эскалации, он же нам знакомый по Украине, по отношению американского руководства Украины. Вот, понимаете, тот же Блин прекрасно все понимает, я уже цитировал его высказанное, что цель Хамаса и Путин, он сказал, он на одну доску поставил этих двух злодеев после событий 7 октября, он сказал, что Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы никогда этого не позволим. Но если враг довел эскалацию до высшего уровня геноцида украинского и еврейского народа, то что означает его крики не допустить эскалации? Это значит не допустить сопротивления этому врагу? Ну и ситуация с хуситами, это уже какая-то карикатура на Великую Америку. Они же вчера, вы не упомянули, среди этих дерзких акций, они же вчера удалили впервые по американскому кораблю. Ну вот потому что, почему это происходит? Потому что Байден хочет выиграть президентские выигры. А вот я уже и с вами, мы несколько раз говорили, вот эти две задачи, две миссии, которые есть у Байдена, как лидера свободного мира, победа в мировой войне, победа над силами Зуана, над Россией и Ираном, и вторая миссия, выиграть кандидата, не муниципали, они противоречивают друг другу. Потому что вот те антиизраанские меры, антииранские меры и шаги, которые он предпринял, они вызвали бешеную реакцию его левого крыла партии, так называемых прогрессистов. Вы же видите, они организуют по всей Америке пропалестинские демонстрации. На самого Байдена нападают везде, на улице, в магазинах, когда он приходит до какой-то встречи, и он наступает перед ними, он наступает перед ними и теряет, собственно, сторонников и тех, и других. Вот эта очень непосредственная политика американского президента, она касается не только Израиля, она касается и нас, конечно, потому что все это связано, это два фронта мировой войны. И враг это чувствует. Вы знаете, я вам скажу парадоксальную вещь, у меня сейчас больше надежды не на Байдена, а на иранских фашистов. Может, почувствовав вот его слабость, они обнаглели до такой степени, что в конце концов вот эти провокации вызывают очень сильную реакцию американского общества. Ведь парадоксально, что 70% американского общества, они поддерживают Израиль и требуют более сильное участие Соединенных Штатов в войне на Ближнем Востоке. И 60% то же самое поддерживают Украину и требуют более сильного участия Америки, более мощных поставок оружия. Ну, почему на 10% меньше? Это разница трампистской крови, республиканской партии. Трамписты, да, они Израиль поддерживают, но они враги Украины. Но, тем не менее, неважно, большинство американского общества поддерживает гораздо более жесткие меры по поддержке Украины и Израиля. Но Байден на это не идет, потому что в его партии, а в его демократической партии как раз другие настроения. Вы же видите, что он теряет рейтинги. Почему? Потому что те люди, которые были ключевыми для его победы в 20-м году, это группа избирателей, это вот леволиберальное крыло, афроамериканцы, они тоже его всегда поддерживали, а сейчас они пропалестинские. И молодежь, зомбированная совершенно в американских университетах, идеи вины Америки, переругниченными народами мира, если они на сочувствующей Палестине, они не поддерживают Байдена. И вот эти две миссии несовместимы. Вести войну и избираться кандидатом демократической партии, половина которой идеологически поддерживает врагов Америки. Спрошу вас о продолжении ситуации в Красном море. Хуситы будут атаковать американские суда наредно с израильскими у побережья Йемана, заявил представитель движения. Кораблю не обязательно быть израильским, чтобы мы атаковали его, ему достаточно быть американским, сказал Асредин Амер. Представитель Хуситов также заявил, что отныне группировка считает законными целями все военные корабли США и Великобритании из-за массированных ударов, нанесенных в ночь на 12 января. Андрей Андреевич, как вы думаете, там как будут развиваться события в Красном море? Вот это я еще раз повторю свою мысль, может быть, не очень популярную, что это самые хорошие новости за вчерашний день. Может быть, вот эта растущая наглость врагов свободного мира, врагов Запада, она заставит американское, в конце глубинное государство, американское общество встряхнуться. Но вот пока я вот нашу деятельность за последние два года с вами характеризую такую форму. Мы пытаемся зашиворот втянуть Америку обратно в мировую историю. Так вот к нам сейчас подъединились мощные союзники, эти исламо-фашисты иранские. Они тоже пытаются Америку втянуть в мировую политику, потому что они решили, что Америка настолько слаба, что с ней можно делать все, что угодно. Упомянул я уже сегодня, о событиях в Давосе. Хочу, Андрей Андреевич, услышать ваше мнение о значимости мероприятий и последствиях, точнее, к чему приведут сегодняшние встречи. Президент Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе со специальным обращением, во время которого назвал российского дектора Путина единственной причиной продолжения конфликта в мире, объяснил, чем грозит замораживание войны и призвал присоединиться к украинской формуле мира. Также Зеленский напомнил, что многие санкционные шаги откладываются на месяцы и годы, потому что они столкнулись со шквалом угроз со стороны Москвы, но ни одна из угроз не сбылась, ведь это оказалось блефом. Также напомнил президент Зеленский, что как можно довольствоваться санкциями или экспортным контролем, если даже они не блокируют производство ракет, в каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран, напомнил. Владимир Александрович, Андрей Андреевич, давайте по пунктам, по поводу санкций, давайте, сказал отдельно Зеленский, акцентируя на этом понимание, могут ли они быть еще более эффективным кнутом для Путина, и действительно, могут ли они остановить поставки западных компонентов, которые до сих пор находят в этих ракетах, которые летят в Украину? – Могут, конечно, но этот фактор будет воздействовать, ну, в общем случае, через несколько месяцев. Гораздо важнее сейчас немедленная поставка тех вооружений, которые давно согласованы, это авиации, истребители F-16, это дальнобойные ракеты, они предоставлены дальностью 100 мин, но не предоставлена модификация последней на 200 мин, ведь Украина достаточно успешно действует на море, в воздухе. Вот многие говорят, ну, собственно, сейчас это общая точка зрения, что достигнута такой патовая ситуация на всей линии соприкосновения, и, видимо, это сохранится в течение нескольких месяцев, но на этом фоне Украина демонстрирует значительные успехи. Фактически Черноморский флот изгнан из Черного моря, это первое, ну, и мы видим последние достижения, вчерашнее, это уничтожение российского вакса еще одного командного самолета, поэтому здесь путь победы Украины где-то асимметричны. Вот в такой классической войне на истощение вдоль линии фронта, да, у России есть такая долгосрочная как бы перспектива и больший манипуляционный ресурс, военно-промышленный комплекс, но есть очень уязвимое место в российской системе обороны, это крымская группировка, которая играет решающую роль и в снабжении всего фронта, и вот при получении необходимой авиации и дальнобойных ракет, вот эти успехи Украины по ударам по слабому месту, продолжение той же тенденции как изгнание Черноморского флота, это логическое продолжение изгнания всей российской армии из Крыма, что, во-первых, имеет громадное военное значение, все снабжение фронта идет оттуда, а во-вторых, вы представляете, какое психологическое и политическое значение для России, для российского и политического сознания, для окружения Путина, для самого Путина это будет иметь место, поэтому вот использование этой военной симметрии для Украины, оно будет более эффективно, и, кстати, вот план Зеленского удивительно совпадает во всех пунктах с документом, который недавно распространили ведущие республиканцы, он так и называется, Proposed Plan for Victory in Ukraine, предлагаемый план для победы в Украине, его разработали три ведущих комитета, палата представителей, это комитет по обороне, по вооружению, да, по обороне, по иностранным делам и по разведке, три председателя комитетов, известные республиканцы, это Майкл Маккол, председатель комитета по обороне, Майк Роджер, председатель, нет, председатель комитета, по иностранным делам, Маккол, по обороне, Майк Роджерс и по разведке Макк Терна, там дается, во-первых, политическая характеристика, что это война, война империи зла, Ирана и России против свободного мира, против Украины и Израиля, и как раз прочерчивается конкретный дорожная карта, дорожный план победы Украины, вот три меры там предлагается администрация Байна, кстати, она очень критически относится, оценки дает администрация Байна, критикует справедливость за задержки, вот, ну, в конце концов, да, понимаете, какое противоречивое ощущение, соответственно, мы благодарны, Америке, конечно, за то оружие, которое мы получили, все эти успехи, о которых я говорил, достигнут этим, но почему так медленно, почему недостаточно, почему всегда сопротивление, вот, и наставиться на трех мерах, вот, передача этого пакета вооружения победы, второе, вот, вы это упомянули совершенно справедливо, вторичные санкции, более энергичное введение вторичных санкций, наказание тех государств, которые вот эти компоненты передают России, и третье, это уже не заморажено, конфискация и передача Украине 300 миллиардов российских долларов, находящихся в активах, находящихся в распоряжении западных банков, вот, эта программа, я думаю, что на, на, на конференции, на Женевской встрече, видимо, там представлены и американские, возможно, и авторы этой программы, и очень важно наладить с ними самый близкий контакт, мне кажется, вот, эта программа, палата представителей, возможно, администрации, ну, несколько смущает, слишком резкая, откровенная, резкая, исправедливая критика Байдена, в этой программе, ну, это естественно, администрация Киева работает с администрацией Вашингтона, но есть межпарламентские связи, мне кажется, я вот призываю в каждой своей предательской Верховной Рады должна обратить внимание на эту инициативу трех ведущих, ведущих лидеров республиканской партии в палате представителей, говорят просто нашим языком, нужно немедленно с ними связаться и создать, как бы, вот, я проявил, общий комитет четырех, шести председателей, три американских, которые перечислили, соответственно, трех председателей Украинской Верховной Рады по реализации этого плана, потому что в 24-й год и более того в ближайшие месяцы решат все, вы мне из перечисленных вопросов, вы не включили вопрос о вчерашних праймерис в Айове, об этом тоже выключил, сам вначале я анонсировал, что Айова как раз это очень тревожный звонок. Да-да, нет, я сказал Зеленский в Давосе, Трамп в Айове, мы это обязательно сегодня о Давосе несколько слов, Зеленский уже выступал в онлайн формате ранее по видеосвязи, а сейчас я хочу акцентировать на личных встречах с Русулой фон дер Ляйен, со Столтенбергом, со Сблинкином, встречался президент Зеленский Андрей Ермагова, президент Салливаном, встречался. Как оцениваете вы фактор личной встречи, потому что одно дело видеосвязь, прочитанный текст, другое кулуарные встречи, глаза в глаза, может быть, за закрытыми дверями и донесения реальной ситуации и необходимых мер, которые нужно продолжать принимать для того, чтобы задавить кремлевского тирана? Это всегда необходимо, но никогда это не было столь необходимо, как как раз в эти дни. Это же критические дни, когда появляет колебание администрации Байдена, расколот республиканская партия, часть ее выдвинул план победы в Украине, но мы видим, как трампистское крыло этой партии продолжает до сих пор тормозить процесс финансирования. Лицом лицо нужно говорить самые прямые и самые откровенные вещи. Без прозвищения сейчас решается судьба мира. Если под давлением вот этого громадного, я не боюсь этого слова, предательского крыла левого радикального демократической партии, администрация ослабит поддержку Израиля и Украины, но это же приведет к катастрофе, катастрофе свободного мира. Поэтому желаю успеха в украинской команде в этом состоянии. Хочу отметить, что резко радикализировало сознание европейских лидеров. они все поняли последнее заявление Франции, Германии, Великобритании приезд Риша Сунака в Киев. И уже изменилась риторика. Если раньше даже была вот эта формулировка, она нам казалась такой очень по-украинской, что мы будем сколько понадобится. Теперь вот последнее заявление французов, англичанам и немцам уже другая форма. Они раскрывают, что понадобится. Мы будем с вами до тех пор, пока оккупанты не покинут всю территорию Украины. Это было все рассказано и немцами, и французами. Это новое. Британцы всегда говорят, это новое. Потому что реальная угроза, реальная угроза. Во-первых, колебания под давлением левого крыла с военним возвращения Трампа. Европа это почувствовала как угрозу своей безопасности. Ну, потому что Трамп не скрывает своих планов. Он повторяет, я за 24 часа обо всем договорился. Договорил с Путиным. Но сама постановка этого вопроса, он договорился с Путиным и спиной Украины. Но ясно, о чем он договорился. Довится капитуляция Украины. Ясно, что он просто обрежет всю экономическую военную помощь Украине. Это громадная опасность для Украины и естественно для всей Европы. Поэтому смотрите, что делается. Англичане посылают своих солдат уже на рубежи НАТО. Немцы посылают Литву свои соединения. Европа реально готовится к возможной войне с Россией. Потому что сейчас эта война невозможна. Потому что при всех недостатках администрации Байдена, при всей нерешительности, вот эта формула, которая нас всегда раздражала, потому что она не казалась Украине, что мы будем защищать каждый инч, каждый дюйм территории от экофайла будем защищать. Если Путин сейчас ударит по Варшаве, например, то против него будут выступить все НАТО. Но европейцы не уверены, что так поступит администрация Трампа. А Путин же, как все диктаторы, использует любую слабость противника. и поэтому европейцы сейчас впервые в реальных терминах осуждает возможности при администрации Трампа реальной войны с Россией. Это решающие моменты мировой истории. Мы сейчас их переживаем. Прежде чем мы продолжим, дорогие зрители, я напомню и попрошу вас подписаться на YouTube-канал Андрея Пьянковского, в описании. Есть ссылка на YouTube-канал Андрея Андреевича. Пожалуйста, подпишитесь или сейчас, или по окончанию интервью, но главное подпишитесь. И также не забудьте прямо сейчас нажать кнопку лайк-нравится под этим видео, чтобы нас было как можно больше, нас, зрителей этого контента. Про Трампа давайте вы уже упомянули. Дональд Трамп после победы на республиканских праймерис в Айове пообещал очень быстро решить ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что может привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он, цитирую, хорошо знает. В очередной раз он повторяет тезис о быстром решении. Раньше он говорил про 24 часа. В очередной раз он, значит, похвалился, что ли, я не знаю, или упомянул свою дружбу с Путиным. Для него это, что ли, как позитивный фактор для решения. в мире уже многие не хотят садиться с ним за один стол даже по видеосвязи, ну, кроме там оси зла представителей. А Трамп, видите, очередной раз кичится, что, значит, его близкие друзья Путин один из них. Напомню, что после предыдущих заявлений Трампа про 24 часа решения вопроса Владимир Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину, где он меньше, чем за 24 минуты объяснит Трампу, почему это невозможно. Андрей Андреевич, что вы скажете про вот эту речь в Айове и вот цикличность повторений и словосочетания про быстрое решение вопроса? Ну, про Трампа уже, повторяю, больше не нужно. Его отношение к Путину и к Украине хорошо известно. И, как я уже сказал, его появление в овальном кабинете Белого дома будет катастрофой для Украины и для Америки и для мира. И надо сделать все, чтобы это не произошло. В этом плане, конечно, вчерашние результаты в чашей памяти были относительно неудачей для проукраинского кандидата, вокруг которого сейчас консолидируется рогиновское крыло из Павлигарской партии. Ники Хелли. Ну, казалось бы, мелочи. Прогнозы обещали Трампу 48 процентов, он получил 51. Прогнозы обещали Хелли 20, она получила 19. Это мелочи. Но, вот, психологически важно то, что Хелли очень нужно было получить второе место на этих, обойти Десантиса. Тогда бы Десантис сошел дистанции, как остальные кандидаты, осталось бы вот такое противоставление двух личностей четкое, Ники Хелли или Трамп, который Ники Хелли могла бы выиграть. Ну, между прочим, все же опросы показывают очень интересную закономерность. Ну, спрашивают, например, есть такой опрос, каждый день задают, в случае финала между Байденом и Трампом. Значит, за кого был регистратор, кто победит. До недавнего времени это было так, плюс-минус 1%, а вот последнюю неделю четко Трамп побеждает с 5%. Но это потому, что я уже сказал, что Байден теряет голоса вот левых, которые критикуют его за поддержку Израиля, и в попытке вернуть их тормозит как бы помощь, поддержку Израиля, в результате чего он теряет уважение и тех, и других, и вот в этой позиции такой растяжки он проигрывает и выборы, и готов, и похоже, проигрывает и мировую войну. Поэтому на ближайших выборах на следующих параметрах через неделю они будут очень важными. В Хемшире по опросам Ники Хелли может победить и Трампа. Уже они примерно одинаковое количество процентов. И очень важно было получить, как бы уже стать единственным кандидатом от оппонирующих Трампа из Городской партии, но этого не получилось. Будем ждать следующих выборов, следующих параметрах. будет просто борьба очень такая напряженная между Трампом и Хелли. Если Хелли победит, это громадный психологическим провалом будет для Трампа и изменит всю компанию. Вот я сказал, что приход Трампа в Белый дом это катастрофа. Как избежать этой катастрофы? Я думаю, об этом думают не только мы с вами, и все люди, которые называют глубинным государством Соединенных Штатов, все люди, которые понимают ответственность Соединенных Штатов в мировой системе, ну и авторы вот того документа про просплан Виктора в Украине, который я упомянул. Есть, мне кажется, сейчас три направления. Ну, во-первых, значит, поддержка компании Ники Хэлли, и сейчас очень многие республиканские губернаторы, политики, и, что не менее важно, доноры высказывают такую поддержку. Если удастся, и удастся обойти Трампа на премьерах Нью-Хамфернска, это будет большой, большой успех. Ну, во-вторых, не забывайте, что у Трампа есть очень большие проблемы судебной системы. Вот, в ряде штатов он вообще отстранен от участия в выборах на основании одной из статей Конституции, которая запрещает людям, давшим клятву верности государству, а после этого участвовавшим в мятеже принимать потом занимать какие-либо выбранные должности. Это положение было введено после гражданской войны против лидеров южных штатов. И вот Трамп оспорил, он был в нескольких штатах отстранен на основе оспорил, это 8 февраля будет рассмотрение в Верховном суде. Если Верховный суд подтвердит отстранение его от выборов на основании статьи о мятеже институции Голорадо и статьи Мэйн, по-моему, то это стране распространится на все Соединенные Штаты. Ну, обычно говорят, что в Верховном суде 6 из 9 членов Верховного суда консерваторы и 3 из них назначены лично Трампом. Да, это фактор, конечно, но это нерешающий фактор. Между прочим, тот же состав суда был и в конце 2020 года, и в декабре, и в январе 21-го, когда Трамп пытался оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Он предъявлял массу исков, он до сих пор кричит, что выборы были фальсифицированы, но все эти иски, в конце концов, дошли до Верховного суда, и этот состав судей, несмотря на все бешенство Трампа, потому что эти люди даже были вне обязанности, были отвернуты. Одно дело консервативных убеждений, но также благодарность президенту, который сыграл большую роль, что он стал членом суда, но это люди, которые дорожат своей репутацией, у них еще долгая карьера, поэтому никто не может предсказать решение этого суда. И, наконец, я думаю, и я максимально в какой-то степени здесь участвую в Вашингтоне в этих беседах, в любом случае новый человек в Белом Доме появится 21 октября 2025 года. До этого времени осталось 12 месяцев. 21 января. 21 января, да. За это время можно победить в мировой войне. Так вот, администрация Байдена, она остается у власти, тот же министр обороны, тот же государственный секретарь Блинкин, тот же дай Бог ему здоровья генерал Остин и при политической решимости поддержанная вот этим республиканским республиканским кровом республиканцев, вот теми людьми, о которых я говорил, я думаю, вот эти самые люди, это МакКол, Роджерс и Торнер, три председателя комитета, они сейчас беседуют с теми же Блинкиным, Остином, Кэрби, сторонникам Украины и администрации, за эти 12 месяцев можно уже одержать победу, если то вооружение, о которых я говорил, будет передано, в течение, ну формально оно передается, мы же все время говорим, все время мы слышим, что передается какие-то истребители, видимо, речь идет о 18 нидерландских, ну, надо 180, надо, если все, все, что есть сейчас на натовских складах, а там чего только нету, там одних самолетов, F-16, знаете, 6 тысяч, 6 тысяч самолетов, и чуть ли половина из них списаны, которые вообще Пентагон может передавать бесплатно Украине, потому что ну есть же F-18, F-35, ими будет переворужаться армия Америки, то есть, если вот это американское глубинное государство, понимаете, ведь сейчас ведь этот партийная система, она устарела, мы же видим, что в демократической партии есть крыло поддерживающее Украину и поддерживающее победу в Америке в мировой войне, и есть крыло предательское, которое жаждет поражения Америки, почему эти так называемые прогрессисты, они себя называют, они выступают так против Израиля и против Украины, но к счастью, пока наиболее бешено против Израиля, ну потому что это люди убеждены, что это, представьте, так называемый влогскаутч, это культура вины, они в лучших американских университетах, левая профессора обучает их, потому что Америка виновна в многовековых преступлениях перед прогрессивным человечеством, в колониальной политике, вот сейчас Америка должна искупать эту вину, поддерживать, в частности, прогрессивное палестинское движение и так далее. И в республиканской партии есть вот люди, которые, когда перечислили, написали изумительный документ, я вот, все его читали, это дорожная карта по счету победы Украины в кратчайшие сроки. И есть тромписты, долбанутые совершенно, которые бегают по Конгрессу, заявляют, что вся помощь Украине разборовывается, что это вообще авторитарное государство, там преследуется христианство, какого-то великого христианского проповедника Павла, бросили к церему и так далее, на таком уровне ведется украинская война. Вот, я выступаю за объединение вот всех сил рагановских республиканцев и, я бы сказал, романовских демократов. Войну можно выиграть при политической решимости существующей администрации. Ну, пусть там долбанутые американцы, часть их будут голосовать за Трампа. Во-первых, скорее всего, Трамп все-таки не будет избран, но надо откладываться на все варианты. Войну надо выиграть до 21 января 2025 года. И вот этот план республиканцев, я думаю, что Зеленский то же самое говорит в частных беседах. Я видел, что, может быть, официальном уровне президенту неудобно ссылаться, скажем, на тот же республиканский документ катикующий Байдена, но прямо Байдену можно сказать, что, Джон, смотри, они же правильно говорят, что помощь-то затягивается, там в документе есть громадный такой таймлайн, список вот всех затягивающих помощь, а если придет Трамп, то она вообще может закрыться. Поэтому надо решать, у нас есть 12 месяцев решать вопросы, решать вопрос радикально с российскими оккупантами в Украине, это вполне можно сделать вот этими поставками высокотехнологичной технологии и ударов по крымской группировке. Вот эти, я думаю, что вот эти вопросы сейчас и обсуждаются в Женеве. Дорогие зрители, я еще раз попрошу вас подписаться на YouTube-канал Андрея Пионковского и на мой канал тоже подпишитесь и не забудьте поставить лайк. Андрей Андреевич, я вас благодарю, спасибо большое за интересный и содержательный разговор, как всегда, впрочем, спасибо большое и до встречи. Спасибо, Василий, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok